Ну это мне кажется очень громоздкий проект, может быть он нужный, я не знаю, но мне кажется очень сложный, потому что отследить каждого, кто нарушает правила дорожного движения, у нас миллионы нарушений. И как вот эти миллионы нарушений будут влиять? Я согласен, что взлостных нарушителей в стране нужно как-то пресекать, то есть штрафами они не пресекаются, очевидно. Ну вот будем их пресекать, допустим, повышенным страховым тарифом. Но на сколько он будет повышенный? Если он на 2-3 тысячи тенге, например, он не почувствует, потому что он на эти штрафы даже ни к ним не обращает. Ну как-то вроде предложение дельное, то есть мы хотим вроде нарушителей меньше сделать в стране, но мне кажется это не тот метод. Мы понимаем, что 70% водителей на самом деле могут получать страховку дешевле, потому что значительная часть водителей эксплуатирует транспортные средства очень редко. То есть на работу едут и сработают домой. А вот 30-20% водителей, они активно эксплуатируют транспортные средства и соответственно именно для этой категории водителей необходимо поднимать тарифы кратно, потому что они действительно попадают в ДТП очень часто. Например, таксисты. Таксисты по статистике в течение одного месяца попадают 10% из всего таксопарка. Поэтому такое не совсем справедливое перераспределение идет. Текущее изменение, оно больше помогает, наверное, хоть немного скорректировать тарифы. То есть эти тарифы предполагают, что для очень опытных водителей мы можем давать еще больше скидок или меньше тариф. А для лихачей, или кто нарушает правила дорожного движения, очень часто и вызывает высокую вероятность ДТП, наоборот, повышать тарифы, ну хотя бы там до 100 тысяч деньг. Спасибо.